1, 2, 3, поехали! О таком проекте и сейчас я немного расскажу о нем и чем он вообще будет принципиально отличаться от всех остальных совместников и марафонов, которые были на моей памяти на ютубе и в инстаграме. Начну с того, что это будет обучающий информационный вязальный марафон, даже не марафон, а просто совместное вязание. Называется он Свяжу малышу. Ну, думаю, если вы постоянно зрители моего канала, то вы знаете, что у меня есть маленькая дочка, ей годик сейчас и большая часть моего вязания как раз для нее. Чем хорошо вязание для детей? Во-первых, это то, что мы можем связать те наряды, которые хотят нам и они будут уникальными, да, а не каждый ребенок на площадке ходит в такой же кофточке, как у вашего, да. И, конечно же, для начинающих вязальщиц детские вещи хороши именно тем, что они маленькие. Во-первых, вы можете попробовать больше техник каких-то новых, да, и не бояться, что вы свяжете неправильно свитер на взрослого человека, потратите кучу времени и все переделывать. С детскими вещами проще. Ну и, конечно же, это быстрее все, чем на большой размер вязать. Итак, что же это будет за проект? Будет несколько тем. Сейчас я скажу основные, но все может добавляться, меняться. Я жду ваших предложений. Это будет, естественно, банальный комплект шапка, шарф, снуты или манишка. Потом детская кофточка, кардиган и свитер, детские штанишки, комбинезон, развивающая игрушка, детский плед и кое-что еще. Вот, это основа. На каждую тему будет по 2-3 недели в зависимости от сложности. Да, естественно, чем сложнее вещь, тем больше времени мы будем на это затрачивать. В чем же принципиальная особенность? А в том, что я буду объявлять вам тему, да, например, возьмем шапка, да, детская шапка. Буду снимать видео и рассказывать вам о всевозможных мастер-классах на эту тему, какие я только смогу найти. Это будут видео мастер-классы, текстовые какие-то описания мастер-классы, просто фотографии, картинки, идеи для вдохновения. То есть, зайдя, ну, то есть, просматривая это видео, вы сможете найти для себя какие-то новые техники вязания того предмета, тема, которая у нас будет задана. И уже просто перейти по ссылке и вязать по этому мастер-классу. То есть, вам не нужно перерывать будет кучу информации в интернете. Вы зашли на мое видео, посмотрели его, увидели какую-то интересную, допустим, шапку, да, и по ссылке под видео просто пошли вязать сразу. Как я уже сказала, каждая тема будет на 2-3 недели. Естественно, я в видео буду об этом говорить, с какой срок. Отчет будет проходить в моей группе ВКонтакте. Там будет создан альбом для темы, и вы будете туда выгружать свои готовые работы. В конце задания, да, когда там 2 недели пройдет, у нас будет зрительское голосование. То есть, я буду на стене создавать опрос по результатам всех выложенных работ. Вот кто выложит фотографии на день отчета готовой работы, тот и будет участвовать в голосовании. И именно вы, мои зрители, участницы, будете решать, чья же работа по данной теме будет самой лучшей, на ваш взгляд. И, естественно, каждого победителя, да, так сказать, будет ждать небольшие поощрительные призы. Сразу что могу сказать. Если у нас есть желающие, которые хотят одарить наших участниц, наших вязальщиц какими-то небольшими подарочками, мы всех рады верить. Если же нет, то я сама приготовлю для вас что-нибудь интересное. И об этом расскажу чуть позже. В общем, присоединиться вы можете в любой момент. Это не марафон, не какое-то ограниченное количество участников. Это именно обучающее, именно информационное. Я хочу информировать вас о разных способах вязания того или иного предмета, одежды детской. Вот, поэтому присоединиться вы можете в любой момент. Единственное условие, чтобы это была новая работа, то есть которую вы вяжете сейчас в процессе. Соответственно, вам нужно будет делать две фотографии. Одна фотография работы в процессе и одна фотография готовой работы. То есть в альбоме по отчету вы выкладываете две фотографии и подписываете свое имя, фамилию, ну и там чего ходить еще. Вот, не больше двух фотографий от участницы, от участников. Может быть, у нас мужчины будут вязать? Я не знаю. Было бы круто. Вот, если вы знаете о марафоне в завязке, там девочки извязывают свои запасы. В принципе, если там Алина и организаторы не против, то вы можете совместить эти два проекта и связать в моем проекте, допустим, всю ту же шапку, да, для примера мы ее разбираем, и посчитать эти метры в завязку. В общем, это уже узнавайте у организаторов тех. Мне не жалко. Можете совмещать это. Вот. Что, какую вообще цель несет этот проект? Я хочу действительно обмена опытом. Скорее всего, я не смогу найти все имеющиеся в интернете или в книгах мастер-классы, да, и описание тех или иных вещей. Если вы найдете, вы тоже можете все это добавлять там в группу, в альбом в группе, и мы создадим такую энциклопедию вязания детской одежды. Естественно, самое главное требование – это указывать авторов того или иного мастер-класса. Потому что мы не присваиваем себе заслуги, да, этих вязальщиц, которые все это придумали, а просто распространяем в массы. Итак, в первую очередь, до объявления первой темы, вы должны пройти по ссылке в мою группу ВКонтакте, вступить в нее, подписаться здесь на меня на YouTube, чтобы не пропустить никакие новости. И в обсуждениях там будет тема, проект «Свежу малышу», и там вы пишете ваши пожелания, что бы вы хотели связать. Как я уже сказала, у меня уже есть некий план, да, но, естественно, я учитываю пожелания других вас, в общем-то, потому что все это делается для вас в первую очередь. Вот, пишите, что бы вы хотели связать, что уже умеете, может быть, связать, или какие-то интересные идеи есть у вас. В общем, пишите, я буду только рада. Начало нашего проекта 7 октября. До этого времени, как я уже сказала, пишите свои пожелания. 7 октября выйдет первое видео с первым заданием. Задания будут выбираться хаотичным образом. Скорее всего, я доверю это своей главной помощнице. Она будет вытягивать бумажку, и мы узнаем, какое будет первое задание. Я буду снимать видео на эту тему, да, как я уже сказала. И в группе ВКонтакте будет для каждого задания свое обсуждение. Там вы пишите, можете, точнее, желательно напишите, что вы будете участвовать, чтобы я хотя бы примерно знала количество людей, которые будут участвовать. И оставляйте ссылку на свои какие-то страницы ВКонтакте или в Инстаграм, да, чтобы нам можно было вас найти и подписаться. В Инстаграме я все буду рассказывать в своем профиле. Юлия Елфимова, ссылка, опять же, под видео. Подписывайтесь. И там я создам хэштег для нашего проекта и для каждого задания. То есть вы тоже можете выкладывать в Инстаграме фотографии, но это просто для того, чтобы нам полюбоваться. А отчеты будут именно в группе ВКонтакте в специальном альбоме, куда вы размещаете по две фотографии. Я искренне надеюсь, что этот проект будет полезен моим подписчицам, которые, например, давно хотели, но какие-то обстоятельства не мешали им связать детские вещи. Поэтому я буду очень рада и благодарна вам, если вы поучаствуете в этом проекте, поддержите меня. Вот, хотите дарить подарки, записывайтесь в наши так называемые спонсоры. Мы только рады этому. Никто, думаю, не будет скрывать, что подарки всегда приятны. Если что-то непонятно, спрашивайте, пишите в комментариях. Я всегда рада с вами пообщаться. Ну, а на этом сегодня закончу. 7 октября будет начало нашего проекта. Будем вязать вместе. Первые задания. Вот, ну там я уже все расскажу о задании именно в том видео. Вступайте в мою группу ВКонтакте. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте пальчики вверх, как же без них. И до скорой встречи. Пока-пока! Конечно же это не реклама, мне никто не доплачивает. Хотя так жаль, так жаль. Ладно. Не моя эта судьбенушка получать деньги на ютубе. Ну да ладно. Ну примерно так происходит на стройку камеры, у которой нет автофокуса. Блин, у меня тут такой прыщ. Ну не ждать же, когда он пройдет, чтобы снять его видео. У меня же так и привод, так и привод. Рассказать. А вдруг я лопну? Начнем мы с вами с 3 октября. С 3? Нет, у меня там ярмарка. Две ярмарки. Первая и пятая. Значит не первая и не пятая. Итак, календарь, календарь, пья календарь.